Тема очень актуальна, потому что количество больных, у которых обнаруживается венозная тромбоза, больных имеется в виду онкологические, у которых обнаруживаются венозные тромбозы, и больные, у которых есть венозная тромбоэмболия, но в последствии при углубленном исследовании обнаруживается у них онкологическое заболевание, эти пересечения происходят в многопрофильной отминке, постоянная тема, очень актуальна. Виден ли слайд? Можно вас... Да, очень хорошо видно, спасибо. Это потенциальный конфликт интересов моим. Наиболее частые причины приобретенной гиперкоагуляции, мы не будем сегодня касаться радионных гиперкоагулопатий, это перечисленные на этом слайде из моего любимого ресурса UpToDate, и как видно, допустим, вкратце скажем, это и центрально-венозные катетеры, и порты, и сами онкологические заболевания, и хирургические операции, и связанные с ней или не связанные с ней мобилизация, и травмы, и беременность, и прием некоторых препаратов и так далее. Так вот, если из этой графы выделим красным состояние и синдромы, которые ассоциированы с онкологическими заболеваниями, окажется, что в общем-то две трети состояния, они ассоциированы на самом деле с тромбозами, и при онкологических заболеваниях у нас есть и хроническое воспаление, и тяжелые поражения печени, и преклонный возраст, и коагулопатия, и центрально-венозные катетеры и порты, и хирургические операции, и, в общем, малая мобильность, связанная со многими факторами, и гормонозамещающая терапия, и даже определенные препараты, которые применяются в онкологии, могут напрямую быть причиной онклоассоциированных хронбозов. Ну, в целом, особенность онкологического процесса состоит в том, что при этом повышается вязкость крови, увеличится количество форменных элементов. Лейкозы – это классический пример этого состояния, эритремия, например, очень характерное состояние, ассоциированное с хронбозом. Парапротеиминии и повышение уровня хирургеногена, тромбоцитоз и активация тромбоцитов, апоптос самих клеток и усвобождение пропоагулянтов. И самое удивительное, что при успешном лечении опухолевого процесса могут усвобождаться такие вещества, которые вызывают повышение свертываемости крови и приводят к хронбозам. Ну и, в общем-то, механическое сдавливание крупных сосудов, особенно венозных, и прорастание опухоли в крупные сосуды. Часто это бывает в нижней половине, в портальной системе, иногда в системе верхней половины. Если рассматривать факторы коагуляции, то это удивительное вообще состояние, многие онкологические заболевания, которые характеризуются как активацией гиперкоагуляции, так и гипокоагуляцией одновременно. Поэтому кровотечения и тромбозы, они сосуществуют, лабораторно могут отмечаться типичные признаки, это лечение протромбинового времени, тромбинового времени, укорячение АЧТВ и так далее. Но иногда у нас парадоксиальная коагулограмма, это ромбоэластограмма. С одной стороны гиперкоагуляция, с другой гипокоагуляция. Факторы, которые это запускают, считается, что тромбиновый фактор, экспрессия тканевого фактора. Это запускающий процесс, который приводит к активизации систем свертывания. Ну и все другие вещи, в том числе разрушение опухолевых клеток, может экспрессировать факторы, повышающие свертываемость крови и приводить к тромбообразованию венозной системе. Клинически, насколько это важно? Это очень важно, потому что по статистике, в большом наблюдении, предложено почти 3 миллиона пациента лет. Количество сметей, это такая статистическая обработка медицинских данных, карт. Если принять смертность за единицу, то у больных сочетание рака и тромбоэмболи доказано, смертность в 30 раз выше. По разным данным, если сравнивать больного с онкологией и без тромбоза, больного с онкологией и с тромбозом, разница в смертности достигает 5-7 раз. То есть риски увеличиваются при тромбозе 5-7 раз. Поэтому состояние, которое можно на современном этапе успешно лечить и предотвращать, мы не имеем права. Этого не делать, дать больному шансы выжить. Классическая схема лечения венозных тромбоэмболи, она хорошо известна. Эта инициация обычно происходит гепаринами. Это могут быть и нефракционированные гепарины чаще, но последние 20 лет это нефракционированные гепарины. Происходит это 5-7 суток и параллельно классическая схема получает добавление антагониста витамина К, достижение МНО для целевого уровня и в дальнейшем больной переводится на пероральный антикоагулянт. Длительная терапия может осуществляться антагонистом витамина К с целевым уровнем МНО в зависимости от задачи от 2-3 или последние 10 лет все чаще и чаще применяются прямые оральные антикоагулянты. Длительная терапия послевенозного тромбоза, ассоциированная с онкологическим заболеванием, предполагает назначение препаратов на 3 месяца и более. Все больше и больше последнего времени, а обсуждается всего 6 месяцев меньше, а иногда и более длительно. И вот надо отметить, что инициация лечения с гепарином предполагает наличие определенного периода, обычно это не более 2 дней, когда пересекаются и гепарин, и непрямые антикоагулянты. И в большинстве все-таки и прямых антикоагулянтов эта схема предполагается именно такая в производительном лекарстве. Цель лечения венозного тромбоза у онкобольных все-таки такая же и та же и те же, что обычно при венозной тромбоэмболии. Это уменьшение облома тромбом, профилактика его распространения, профилактика самой главной тромбоэмболии легочной артерии, профилактика посттромботической болезни, но и еще подчеркнуто с минимальным риском кровотечения. Нет у нас чудесных лекарств, которые разжижают кровь и не увеличивали бы рискового течения, но у онкобольных с этим надо быть крайне осторожным. Лечебные дозы антикоагулянтов, они известны. Если это нефракционированный гепарин, то дозировка в зависимости от массы тела и в зависимости от показателя АЧТВ. АЧТВ должно быть удлиняться как минимум два раза на фоне лечения. Если это нефракционированный гепарин, опять-таки без лабораторного контроля, опираясь на массу тела больного, и первая неделя или первая инициация происходит относительно большой дозы, затем больного переводят на меньшую дозу. Если это у нас эноксапарин из низкомолекулярного гепарина, наиболее распространенный во многих странах, в том числе в нашей стране, также на килограмм массы тела вводится он подкожно. Если это дальтепарин, который, наверное, все-таки является стандартным низкомолекулярным нацикоагулянтов для инициации терапии, исходя из исследования ПЛОД для онкобольных, то также, исходя на массу тела, потом один раз в сутки довольно удобное введение. Ну и в ряде случаев можно применять эндопаринопс, который имеет практически всего лишь три дозировки в зависимости от массы тела. Сейчас у нас меняется немножко медицинское обеспечение в связи с пандемией, да и во многих странах. Вопрос, можно ли дженерики применять, другие антикоагулянты низкомолекулярные. Наверное, да, со осторожным оптимизмом. Но, по крайней мере, в нашей стране очень распространены дальтепарин и успешно его применяют. Может быть, и надропарин, и парнопарин. В общем, много разных вариантов. Главное, точно, выверенно вводить дозировку и не экспериментировать. То есть не переносить дозировки одного низкомолекулярного препарина, условно, и аноксапарина, к которому все мы привыкли, механистически на другой препарат, а просто исследовать настройки. Лечебные дозы антикоагуляторов представлены на данной схеме. И даже новые антикоагулянты, такой как добегатран и также эдоксабан, которые пока еще у нас не широко применяются в стране, требуют инициации к гепаринам. Что касается ривора и апексабана, то с первого дня можно начинать лечение определенной дозы. Это доза на первых парах. Например, для ривора к сабану она большая, 15 мг 2 раза в день, это 3 недели. И затем переход на 20 мг раз в день. С апексабаном 7 дней большая доза, 20 мг в сутки на 2-кратный прием. И затем по 5 мг 2 раза в сутки. Значит, снижение дозировок тут не предполагается, в отличие от схемы лечения при вместительной аритмии. Только если снижен клиренс ниже предельных значений, то просто эти препараты не назначаются. А так вынужденный тромбоз, там более фиксированная схема, представлена на данном слайде. Основные принципы лечения. До недавних пор все-таки пальма первенства принадлежала парентеральным антикоагулянтам. В частности, это был дельтепарин или фондопаринокс. Низкомолекулярные гепарины, они безусловно были предпочтительны варпарина. Антикоагулянтная терапия проводится 3-6 месяцев. А спустя этот срок в каждом отдельном случае и продолжение этой терапии решается вопрос о индивидуальном порядке. В зависимости от риска больного. Единственное, что, как мы видим, тенденция к тому, чтобы все эти полгода лечить всех больных. И если это инъекционная форма, это связано с определенными неудобствами. Скажем мягко так. Если 6 месяцев, 2 раза в сутки или хотя бы 1 раз в сутки надо проводить инъекции, которые вызывают местные часто гематомные осложнения, то это не всегда удобно для больного. Хотя по эффективности это довольно эффективная схема. И вот исходя из этого, начиная с 2014 года, аккуратно появляются такие вот намеки на то, что можно, наверное, парентеральную терапию заменить на новые. Тогда они назывались новыми, теперь мы их называем химыми антикоагулянтами. И вот в 2016 году уже, если есть выбор, если удобство, если удобство заставляет переходить на апексабан или эдоксабан, или ривороксабан, то возможен такой переход. Ну и вот уже в последние годы, уже твердо в рекомендации звучит, что ривороксабан и эдоксабан как прямые антикоагулянты могут рассматриваться как класс предпочтительный для длительного лечения онкоассоцированной вынужденной тромбы эмболизма. Про удобство. Вот исследование, есть такое сравнительное исследование, ну и подглавливая, естественно, Харана, который занимается всю жизнь этой проблемой, который показал, что если больному назначается даже варфарин, но который надо принимать раз в день, выполняемость назначения значительно выше, нежели если больному длительно назначают инъекционные формы. И при том разница, буквально через месяц разница довольно значительная. И вот через 6 месяцев, через 12 месяцев больные, которые привержены терапии пероральным антикоагулянтом, значительно их больше, в два раза больше к концу года, нежели больных, которые должны получать инъекционные формы. Что же касается, собственно, эффективности препарата, для ривороксабана было проведено большое исследование, мы все знаем, Эйнштейн, две группы исследований, суммарно очень большое количество больных в них участвовало, и в которых оказалось, что довольно значительная доля больных, это были онкоассоциированные тромбозы больные, у которых имели или активный онкологический процесс, или у больных, у которых было онкологическое заболевание диагностировано. И вычленили этих больных, и оказалось, что больные, которые получали ривороксабан, по профилю эффективности и безопасности превосходили больных, которые получали классическую систему низкомолекулярного гепарина и ноксапарин с переходом на варфарин с хорошим подбором нужной дозы. МНО контролировался очень четко. Мы видим, что перевод на прямой оральный антикоагулянт приводило к снижению рецидива в минозной тромбоэмболии, более чем двукратному снижению риска кровотечения и чистая клиническая выгода, если сложить плюсы и минусы, то получалось в два раза выше, если больной получал ревороксабан. Следом за этим исследовалось специальное исследование в сравнении уже ревороксабана со стандартом, как я уже сказал, из исследований Клоддальтепарином, которое показало, что ничем не хуже, а по рецидивам в минозной тромбоэмболии у ревороксабана больных с онкологическим процессом выглядел более предпочтительно. Вот этот, левые столбики показывают. И не фатальным, не по большим кровотечениям, и только лишь клинически значимым, то есть если все кровотечения складывали, ревороксабан несколько чаще вызывал кровотечение, в частности, кастроэнтернальное и тестинальное кровотечение, об этом чуть ниже скажем. Но в целом чистая клиническая выгода была лучше у больных на операльных антикоагулях. Более чем в два раза снижалось количество этих случаев. И, соответственно, последние все рекомендации, которые мы апеллируем, везде уже уверенно звучит, что ревороксабан или эдоксабан следует рассматривать в качестве альтернативы подкормными инъекциям у больных без онкологического процесса в желудочно-кишечном тракте. Именно эта группа больных с желудочно-кишечными опухолевыми процессами, у них было ассоциировано некоторое большее число кровотечений. Поэтому, если у больного есть условно рак толстой кишки с высоким риском кровотечения или анамнеза, который имеет кровотечение, в этом случае, наверное, парентеральное лечение или профилактика тромбоза более оправдано. Во всех же остальных случаях пероральные антикоагулянты современных частностей, ревороксабан, который доступен в нашей стране, можно применять с большим успехом. Ну вот, еще одна рекомендация, которая на уровне рекомендации, класс рекомендации 2А, уровень доказательности В и С, довольно, в общем-то, приемлемый. Если у нас больные не желудочно-кишечным раком, то вполне приемлемый больных на уровне, наверное, первого класса. Для пациентов с тонбомболией, легочной артерией, онкологическим заболеванием следует продлить антикоагулярную терапию после первых шестих месяцев в течение неопределенного периода или до тех пор, пока онкологический процесс не будет извлечен. Вот новая такая рекомендация класса 2А. Это надо иметь в виду. Так как инъекции продолжать бесконечно довольно сложно, то при наличии такой приемлемой альтернативы для больного можно назначать на длительный срок. Ну, в полку прибыло в последние годы проводились исследования, которые преимущественно новых антикоагуляторов, которые все преимущественно сравнивали с лальтерфорином, стандартным антикоагулятором для онкобольных. Во всех из них получено, что или равная эффективность, или некоторая большая эффективность, небольшой риск кровотечения. Это в случае и апексабана, в этом случае и эдоксабана, в случае и эдоксабана, по-моему, это вот здесь исследование СВЛИКД. И, ну, в общем, это уже значительный такой аргумент в пользу прямых оральных антикоагуляторов. Соключая часть, посвященная лечению виновной тромбоэмболии, можно сказать, что у больных с 100-качественным кровообразованием риск тромбоэмболии значительно выше, чем в целом по популяции и у другой категории больных, равных по возрасту, полу и так далее. Ряд существенных рекомендаций предполагает использовать низкомолекулярный гиппорин для онклоассоциированных тромбозов. Однако все больше данных за то, что прямые оральные антикоагуляторы равноэффективны, в ряду случаев более эффективны и более безопасны для лечения виновной тромбоэмболии. Ну и в исследовании Эйнштейн-ПИИ, которое было посвящено и легочной боли, и липпоринозным тромбозам в реверосовом, показал сопоставимый профиль эффективности и более безопасным оказался в профилактике больших течений по сравнению с низкомолекулярным гиппорином и комбинацией с антаминоморганистом витамином К. Ну, наверное, надо уважать регламент. Про профилактику скажем всего лишь два слова. Значит, какие категории больных нуждаются в профилактике венозного тромбоза? Первое – аксиома. Сам диагноз рака не является показанием для начала профилактики венозного тромбоза в целом. Есть, правда, исключения. Раки высокой активности в смысле тромбоза. Рак желудка, поджелудочная железа, некоторые другие виды рака. И вот эта больная система позволяет все-таки выявить риски конкретного больного. И если у больного три больше баллов, то он, вероятно, по крайней мере, на определенном этапе нуждается в профилактике венозного тромбоза. Но априори всем больным назначать… Это не мерцательная аритмия. Всем больным назначать антикоагулянты в профилактической дозе не нужно. Ну, чем эта шкала ценна? Чем выше риск, тем больше риск, безусловно, тромбоза, тромбомболи выше смертности. Профилактика тромбоза на фоне хирургического лечения проводится ровно по тем же принципам, что и в большой хирургии любой другой. Если есть факторы риска, применяется механическая профилактика и небольшие дозы антикоагулянтов. Профилактика венозного тромбоза в госпитализации. Если у больного большая операция, то показано так же, как и всем другим больным без большой операции. Для этого подходят низкомолекулярный гепарин, нефа, ценнировый гепарин или фондопаринокс. Новые антикоагулянты на сегодняшний день не показаны, хотя в 2019 году, если не ошибаюсь, в одном номере New England Journal of Medicine было опубликовано исследование с двумя препаратами именно для профилактики венозных тромбозов с положительным довольно результатом. Это был ревороксабан и апексабан. Тем не менее, в рекомендации пока это не вошло. Антикоагулянтовой терапию следует проводить всего периода госпитализации, но уже амбулаторно зависит от того, насколько мобильный больной, насколько у него другие факторы риска. Применение антикоагулянтов для профилактики катетериндексированных тромбозов у онкобольных не показано. Надо располагать катетер и ухаживать за ним, как положено. Ну и профилактические дозы, в общем-то, схема известная. Наиболее распространенная, наверное, в нашей стране это профилактика с помощью эндоксапарина. 40 миллиграмм один раз в сутки на очень широкую группу больных. От 50 килограмм весом больного до 100 килограмм. Это работает. Или дать топорин, или фондопоринок в зависимости, чем клиник обладает. Ну и некоторые нюансы. Мы опять-таки живем в эпоху ковид. Наверное, долго будем жить. Есть определенные взаимодействия между препаратами. К счастью, лапиновер и ретановер сейчас никто не применяют. Но если это отцинезимаб, имперферон или мотип-падминзалом, какие-то взаимодействия надо учитывать с антикоагулянтами. Ну и можно ли принимать ревороксоманы, сарелка или другие прямые антикоагулянты при COVID-19. Запретов нет. Единственное, что если больной получает определенные противовирусные препараты, там возможно теоретическое взаимодействие. В частности, лапиновер и шутеновер. Однако, эта схема на сегодняшний день никто не применяет. Поэтому вполне успешно. Можно применять опыт нашей книги. Показывает, что это работает достаточно хорошо. Ну, к заключению, значит, профилактики венозных тромбозов у онкобольных с инъекционной формой может быть одной из причин предевременного прекращения длительной антикоагулянтной терапии. И все больше и больше с годами накапливается данных за то, что больных с инъекционной формой, большинство онкобольных, при наличии показаний, можно переводить и для лечения, и для вторичной профилактики, иногда для первичной профилактики на пероральные антикоагулянты. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, я не очень слышал о рекламе. Спасибо. Спасибо.